Алене Гербаносенко усяго 25. Инвалидность девчонки отримала каля трех годов тому. Травма по звоночнику спочатку привела Алену до протяглой депрессии. Потом она стала привыкать, знакомиться с людьми, которые имеют аналогичные проблемы. И снова начала жить. Зараз заканчивая навучание на экономичном факультете Гомельска гадяж университета и мяскарыны. Кажет, что самая головная проблема – перемещение по городу в громадском транспорте. Зараз она выращенная. Девчина села за руль автомобиля. Это позволяет отшивать себя больше пыльно. Але и тут не зауседы можно обыстись без допомоги необыяковых людей. Когда был снег, машину приходилось очищать от снега. Иногда кто-то там подходит, может вам помочь, расчистить ее. Иногда да, помогают. А иногда просто пройдут мимо. Либо когда залазишь в машину, коляску складываешь, ну и самостоятельно складываю, то тоже смотрят так издалека. На сустрече не разу гучить меркование, что для удалой интеграции инвалидов-колясочников у громадства им необходимо переодолить в первую очередь психологические перешкоды. Для этого потребна внутренняя сила альбо допомога близких. Але не меньше важно справиться с іншими барьерами, які основнують за порогом уласной квартиры. Выйти на улицу, трапить у магазин альбо поликлинику, користаться громадским транспортом. Не глядяши на то, что опошняя гады держава шмат робить для организации безбарьерного осеродзе, казать об комфортном перемещении инвалидов-спинальников по городе, покуль рано. Очень много уже сделано. Но вопрос в другом. О качестве объектов безбарьерной среды. Они, конечно, еще не всегда бывают выполнены в соответствии со всеми требованиями. И тут не какой-то, может быть, злой умысел или какая-то иногда экономия каких-то средств. Просто непонимание или незнание проблем этих людей. Иногда просто еще нежелание, иногда, может быть, просто посоветоваться с теми, для кого это делается. То есть без нас для нас что-то делает. И тут здоровый человек не всегда может предусмотреть все требования. Зрабить жизнь таких людей больше комфортным и радостным может каждый из нас. Например, допомогать заехать в автобус, пересечить склизкий пешеходный переход, не займать парковочное место, призначенное для автотранспорта инвалидов. Когда мы отворачиваемся от проблемы, то это не значит, что она возникает. Мы можем допомогать вырешать ее разом. Марина Северьянова, Валерия Гапанько, телераду и компания Гомель.